Всем пользователям Макса мой пламенный привет. Отличные новости. Наконец-то я закончил разработку системы торрент рендера, торрендер, и запустил ее в свободное плавание. Так что сегодня я вам расскажу, что это такое, как устанавливать клиент в Макс и как работать с системой. Поехали. Официальный сайт проекта torrender.net. Рендеринг ваших сцен на компьютерах других пользователей. То есть система торрент рендера. Для начала нужно зарегистрироваться. Я покажу, как это примерно делается. Здесь вы регистрируете сейчас на трекере, вводите логин, пароль, пароль, ник и откуда. Ну, лучше вводить все английскими буквами. Ну, в частности, и мейлы, и пароли, потому что старые версии 3D Studio Max русские буквы очень даже плохо переваривают. Да и новые тоже не очень хорошо. Короче говоря, лучше все по-английски. Здесь три галочки и регистрации, вы зарегистрируетесь на трекере. Далее качаем клиент. Клиент можно скачать либо вот отсюда, сразу скачать клиент, либо вот из правил, где основная информация текстом про систему. Ну, вот здесь, в частности, есть ссылки, вот локальный клиент, вот отсюда. Скачиваю. На D. Готово. Так, мне отсюда нужен файл торрендер.мзп. Извлечь. Без подтверждения. Так, где он? Торрендер. Ах ты. Давай еще раз извлечем. Так, нет, ладно. Потерялся где-то, ну да? Вот. Ну вот. Этот файл торрендер.мзп вы переносите в окно, прямо вот сюда, 3D Max. Если у вас 13, он либо 14. Вот, перенесли. Теперь идете в Customize. Customize User Interface. Toolbars. Ищите там скрипт-атак. Вот. И вот эту метку торрендера тащите на какую-нибудь там тулбарку. Либо вот сюда куда-нибудь, без разницы, в общем, на панели инструментов. Или вот, можно здесь вот новую создать. Не суть. У вас появится кнопка TR, все, клиент установлен. Теперь отдельно для тех, у кого Max'ы там 2012 и меньше. В общем, вся разница в том, что в 13 Max'е нет папки UI. То есть, вот папка основная 13 Max'а, дальше сразу Macro Script. И скрипт кидает свои файлы вот сюда. Вот торрендер и mcr файл вот сюда вниз. Вот, UI нет. А в 2012 Max'е вот эта папка Macro Scripts, она не в корневом, а есть в 12 папка UI. И в ней еще папка Macro Scripts. Вот, и вам что нужно для установки под старые Max'ы, просто вот этот файл MZP переименовать в zip и вручную найти в 12, где у вас папка Macro Scripts находится, и туда бросить. Вот, а выглядеть это все будет все то же самое, только здесь в Macro Scripts, а там в UI Macro Scripts. И все. Ну и там дальше потом через Customize, RPR, бросьте макро, этот самый скрипт на Toolbar. Запускаем клиент. Вот он сразу предлагает обновляться. Обновляться нужно всегда. Вот, 1322, последняя у меня версия. Все, и если все обновилось, то вот здесь в заголовке окна 1322 у вас будет. Все, клиент установлен. Теперь во вкладке Configuration нужно основные конфигурации системы прописать. Значит, что здесь есть? Требуемые программы. WinRAR у вас должен быть в системе. Если он у вас, скрипт его сам найдет, то здесь уже все будет написано, и ничего ставить не нужно. Если он у вас по каким-то там странным путям сделан, то вам нужно при помощи вот этой кнопки указать путь к файлу WinRAR.exe. Аналогично с MUTorrent. То есть, он использует торрент-клиент для раздачи торрентов. И вот этой кнопкой MUTorrent указывает, соответственно, путь к MUTorrent.exe. Кроме того, в настройках MUTorrent обязательно нужно поставить, вот здесь вот есть, вот сразу в общих настройках. Вот у меня русский, ну, в английском будет General. Вот эту вот галочку. Добавить MUTorrent для незавершенных. Вот она обязательно должна стоять. Вот. В настройках MUTorrent. Ну, больше остальные все настройки, как там, как обычно, для MUTorrent делаются. Для разных трекеров. Без разницы. Никаких конкретных больше для торрентера настроек у MUTorrent нет. Другие клиенты пока не используют торрентер. Я не знаю, будет ли в дальнейшем. То есть, только MUTorrent. И вот эта вот программа MUTorrent, на это, в принципе, можно внимания не обращать. Она ставится вместе с клиентом одновременно. То есть, сама. То есть, вот эта кнопка, она, по сути, не нужна. Дальше. Вот эти вот шесть папок, три папки для лича и три папки для седа, можно, нужно, точнее, указать. Но можно их указывать вот по порядку, от одной до шести. А можно вот нажать вот на эту кнопку и выбрать сразу одну папку. Например, там даже весь локальный диск D. И тогда на этом диске D создадутся, либо, допустим, на диске D какую-то отдельную пустую папку. И в этой папке создадутся шесть подпапок, которые торрентер будет использовать для своих файлов. Дальше. В поле клиент, самая основная информация, юзернеймы, юзерфром, здесь можете писать что угодно. А вот в e-mail и пароли указывайте то, что у вас, что вы указывали во время регистрации на трекере. То есть, я с регистрации начал этот обзор, и вот там e-mail и пароль, вот это вот как раз они. Поскольку я сейчас на пустой макс установил, я не хочу здесь ничего прописывать и светить свои логины и пароли. А у меня есть файл торрендер.ini, в котором все настройки сохраняются. Вот этот файл. И, кстати, вам пригодится эта информация, если вы, допустим, захотите на другой макс перелезть и не перебивать все настройки. Вот в этом файле торрендер.ini все находится. И, допустим, вот я его сейчас из 14 макса копирую в папку торрендера для 13 макса. Вот сюда я его скопирую с перезаписью старого файла. Да. Все. И теперь у меня... О, все будет. Вот на диске D у меня все папки. И здесь, соответственно, мои эти координаты, короче говоря. Ну и для работы, собственно, с клиентом, дальше достаточно нажать только кнопку логин. Залогиниться в систему. Пожалуйста. Вот админ зашел. И теперь можно уже работать. То есть можно рендерить какие-то сцены, которые пользователи другие закачали. Можно ставить свои сцены на рендеринг. И можно быть хелпером. Вот хелпер сит. То есть ничего не рендерить, а просто помогать на раздаче за время. То есть за то, что вы делаете. В системе рейтинга учитывается время. То есть если вы рендерите 2 минуты, значит 2 минуты хорошо. Вам эти 2 минуты зачтутся в плюс. А если вы там поставили свою дробу на рендеринг, и кто-то там ее рендерил там 10 минут, эти 10 минут у вас уйдут в минус. То есть с отрицательным рейтингом свои дроби ставить нельзя. Где посмотреть, какие пользователи в системе и какие есть дроби? Вот непосредственно из окна Configuration есть 2 ссылки. Show Nodes показывает, какие у нас в системе есть пользователи. Пока их немного. Зарегистрировалось, кстати, больше, чем Node. То есть они все просто клиент поставили. Но я надеюсь, дальше будет больше. Здесь информация о каждой ноде. То есть ID-шник. У меня как у Admin 1. Дальше больше. Имя и откуда эта информация из клиента. Name from. Можно, кстати, писать по-русски. Версия Max для ноды. Сколько ядер. Сколько памяти в гигах. Какие установлены плагины. Там галочками люди сами ставят. Вот у меня все по нулям. Какие визуализаторы. Здесь в Graphia Connected информация, что, собственно, делает пользователь. Вот если Node, то он оффлайн. А если чекинг, допустим, вот этот пользователь проверяет свою джобу. То есть ему ее отрендерили, он скачивает, соответственно, кадры. Ну а я только залогинился. У меня пишется версия клиента. И вот этот вот Lich означает. Это вот с этим вот параметром. То есть в режиме Lich зашел пользователь. Дальше расскажу подробнее. Последняя активность. Когда была, время врет. Чтобы получить московское, нужно добавить 4 часа. Дальше, собственно, рейтинг. Рейтинг SIDA. То есть сколько рендерил я. Ну, я админ могу себе любые циферки поставить. Рейтинг лича. Сколько рендерили мне. И общий рейтинг складывается. То есть не складывается, а вычитается. То есть SIDTIME минус LichTIME. И если, вот, соответственно, если минус, то свои джобы ставить нельзя. Ну а если плюс, то хорошо ставить можно. Вот. Ну, пока у нас тут очень мало активных пользователей. Я надеюсь, со временем их будет больше. Продолжаем с клиентом дальше. Дальше обновить, во-первых, рейтинг вот этой вот кнопкой Update можно. То есть если у вас там что-то произошло, вам не обязательно лезть в таблицу вот эту вот Nodes. И смотреть, где у вас там чего прибавилось. А достаточно нажать вот здесь вот Update, у вас в клиенте все будет. Теперь какие в системе есть джобы. То есть сцены пользователей, поставленные на рендеринг кем-то. Вот по этой ссылке есть скрытые джобы. Ну если кто-то не хочет, чтобы вообще про его джобу узнали. Там есть параметр. И есть видимые. Вот видимых у нас пока 4 штуки. Параметры джобы очень простые. В description пишется ее размер в мегабайтах. Time, время, когда поставили. ID-шник лича. Дальше имя лича. Дальше проверочный кадр. Пока не используется. Сколько фреймов в джобе. Версия макса. И требования к ноде. То есть сколько нужно ядер. Сколько памяти. Какой визуализатор. Будет или нет показываться седу. Окно фреймбуфера. Рендер ферма. Пока не используется. Плагины. Статус джобы. Что с ней происходит. Рендерится она. Или скачивается. Или вообще закончена. И прогресс. Соответственно на 100%. Значит джоба готова. Так. Возвращаемся в клиент. Терминология. Сразу чтобы разобраться. Лич. Это тот кто ставит джобы. То есть автор сцены. Сид. Тот кто рендерит эти самые сцены. И соответственно понижает рейтинг кличу. И повышает рейтинг к себе. И хелпер. То есть помощник. Это тот кто помогает на раздаче. Поехали. Расскажу про все вкладки. То есть после логина. Вот они стали доступны. Для начала. Май френдс. Май френдс. Это ваши друзья. То есть если вы не хотите. Чтобы ваши джобы рендерились. Кем попало. То вы здесь можете непосредственно. Непосредственно указать ноды. По айтишникам. Людей. Которым вы доверяете. Рендерить свои сцены. Либо наоборот. Сцены людей. Которые вы хотите рендерить сами. Мало ли там какие. У человека могут быть сцены. Может там глючные. Может что. Может там. Ну мало ли. Короче говоря. Не от всех. Не от всех пользователей. Можно рендерить сцены. А от тех кого вы выберите сами. Вот в друзьях. Для этого вам нужно просто. В нодах. Выбрать. Вот здесь. Кто вам больше нравится. Ну может ваш знакомый. Может кто там. Не важно. И соответственно. Вот эту вот циферку. Запомните. Себе забить. Вот например. Кого. Ну вот 1038 я забью. Вот. И вот этот человек у вас появляется здесь в списке. Здесь как раз та же самая статистика. И то есть его параметры, его ноды. И yes. Yes вот у меня сейчас. То есть render my jobs. Это значит ему можно рендерить ваши джобы. А render his job. Это значит вы можете рендерить его. То есть вы разрешаете сами себе его джобы рендерить. Вот. Можно поставить. Нет. Нет. Или вот так даже можно прямо здесь учелкать. Если их много будет у вас этих самых друзей. Вот. Можно скопом выбирать. Давайте еще там. Я не знаю. 1050. 1050. Вот я добавлю. Так. А вот кстати интересно. А вот 1060. А 1060 у нас пользователя нету. О. Wrong ID. Нет такого. Ну вот и допустим для двоих. Вот. Для двоих можно. Вот сразу. Оба. Но. Оба. Yes. Оба. Но. Оба. Yes. Вот. Ну вот как-то так. Вот это ваши друзья. Теперь. MyJobs. То есть ваши джобы. Чтобы отправить свою джобу на рендеринг. Делать практически ничего не нужно. Нужно только чтобы ваш Max файл находился. В той же папке где и находятся все для него вспомогательные файлы. Там текстуры и прочее. То есть это все в одной папке. Потому что скрипт при отправке джобы всю вот эту папку, всю ее возьмет. Ну вот например. Вот например. Я не буду вообще мучиться. Создам бокс. И сохраню сцену вот просто вот сюда. Допустим там я не знаю 333. Вот сохраню. И поставлю ее вот нажимаю на кнопку Submit. Выскакивает окно генерировать или нет проверочный кадр. Пока это не работает. Поэтому можно отказываться смело. И появляется в общем окно Submit. То есть название джобы. Здесь можно чего угодно написать. Папка где она находится. Файл сцены. Плагины. Какие вы хотите использовать. То есть если плагины в этой сцене не используются. То и галочки соответственно ставить не нужно. Потому что если поставить, то будут искаться среди рендернот только те, у которых тоже там плагины и галочки поставлены. Вот в этом не используйте, не ставьте. И все файлы вот из той папки, в которой вот этот же файл находится. То есть я специально сделал в Max сцены. То есть здесь вот все в Max сцены файлы есть. А на самом деле мне нужен только вот там 333. Ну неважно. В общем, просто для примера я нажимаю кнопку Submit All. Чтобы засубмитить эту джобу и отправить ее на трекер. И она будет рендериться всеми пользователями трекера. Подходящими по системным требованиям. Либо я нажму на Submit To My Friends Only. Чтобы ее могли рендерить только там 2 моих друга. Ну вот и все. Либо cancel для отказа. То есть передумали джобу дело. Там хотите сцену править. Нажимаете cancel. Нажимаю Submit To All. У меня сначала WinRAR добавляет все файлы в архив. И дальше вот MKTorrent делает торрент файл. И дальше все. З-з-з-з-уploaded. И вот она пошла на раздачу. З-з-у торрент. Все. Само сделалось. теперь про параметры джобы то есть вот например можно уже после загрузки джобы поменять какие-то там параметры у нее так где у меня там кстати список job вот она появилась вот здесь айди 24 айди 24 вот она самая сразу сказать что в общем короче говоря вот этот вот клиент он работает ну как будто бы вместо браузера то есть непосредственно из макса происходит коннект с трекером и в общем все дела и так значит после загрузки джоба на трекер можно например что-то поменять например можно взять и вот в fb для этой джоба отключить то есть вот здесь вот минус сейчас а хайт поставить на плюс то есть скрыть вот если скрыть она вообще не будет видно списке ну давайте фарм то есть фарм будет включен хотя он и не используется пока но неважно а в fb выключен и допустим ну что будет интересно вот так 256 и 10 64 чтобы мою джобу простую с боксом чтобы никто не мучился и не мог ее отрендрить я такие параметры поставлю вот ну и все вот поставил теперь нажимаю на карандаш то есть изменить настройки джоба и теперь обновлю вот здесь о все поменялось а вот если поставить хайт то есть если вы не хотите чтобы вашу джобу здесь все списке пользователей видели вы ставите вы здесь вот хайт и и она пропадет все больше никто не увидит вот такая защита конфиденциальности теперь идем дальше про джобу принципе все понятно дальше когда допустим вы закроете например клиент откройте его опять залогиньте вот сюда в мои джобу там пойдете вот вы здесь вместо нуля если кто-то что-то отрендерит будет у вас процент выполненных кадров и можно выделить эту джобу и нажать чек джоб и у вас пойдут скачиваться кадры и загружаться в папку то есть открыть эту папку в которой они грузятся вот потом кнопка на рендеринг с фолдерс фолдеры там все будет у вас вот как рендерит очень просто то есть переходите на вкладку рендер сит если хотите рендерить чужую джобу ставить его здесь вот если хотите рендерить джобу только своих друзей а если от кого попал то отключаете и нажимаете файл джоб вот я чью-то джобу нашел сейчас загрузится сцена можно подождать маленько и будет рендериться вот пошел рендеринг джобы номер 19 я на вот она вот автор гудок одишник 1033 один из моих хороших бета-тестера так а в фб то он похоже скрыл что ли мы ничего не увидим ой 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 ну сейчас макс будет тормозить очень долго так вот подождем маленькая пока вам расскажу что еще рассказать интересного так а вот он открылся фб с не должен быть должен быть в фб а где он где то прячется может появится еще все какие то подготовилки в рейске ну ладно а вот наконец вот все пошел рендеринг в общем наверное я забыл рассказать про режим оставшийся хелпера помощника кто такой помощник ну как и в обычных торрент трекерах чем больше людей раздают какой-то файл тем быстрее там один счастливчик может этот файл скачать вот тут также таком же принципу все работает то есть допустим кто-то загрузил большую сцену помощники эту сцену не будут рендерить и не будут знать пароли от зашифрованных файлов сцены то есть они только качают и только отдают стоят на раздаче и помогают сидам эту сцену быстрее скачать и начать рендерить вот кто такие кто такой хелпер сид ну или помощник помог некуда даже начисляется рейтинг но ему начисляется рейтинг не как сиду сиду начисляется один в один две минутыcles ирендерить две минуты получает помощника челяется пока она умноженный но кли tabletно короче generator выставить сочетка с центра на пяти то есть он две минуты помогает одну минуту получает но сидуу назначается том что каждый сид он также является и помощником вот ему назначиться к его рейтингу личному назначится еще рейтинг, как будто бы он был помощником. То есть, если он рендерит 2 минуты, он получает рейтинга 3 минуты. 2 минуты как сид, плюс 1 минуту как помощник. А если 2 минуты помогает помощник, то он получает 1 минуту, как половину от вот этих вот, от времени своего помощи. Так, ну, тут надолго я дождаться не буду, пока закончится рендеринг этого кадра, поэтому я много раз нажму S-K чтобы прекратить вот это вот все дело. Сейчас. Сейчас, когда отвиснет макс, у меня нода медленная. Я сам ничьи робо визуализировать не буду. Я занимаюсь только разработкой этого скрипта в данный момент. Все. То есть, ваши сцены ко мне не попадают никоим образом. Вот сейчас сцена... О! Ну-ка. Удалилась она. Она сейчас должна удалиться. Нет, пока не удалилась сцена. Вот поэтому нужно доверять своей сцене рендеринг не кому попало, ну, если вам, собственно, не все равно, а своим друзьям, короче говоря. А так сцена очищается. Вообще она должна была очиститься. Может, я слишком много раз S-K нажал. Может, сбой произошел. Но суть в том, что по нажатию, по прекращению рендеринга все должно пропасть. А так пропадет, если я перейду на другую вкладку. Сейчас клиент отвиснет и будет резет. Вот резет. По защите сцен еще будут всякие фишки, помимо текущих. Ну, конечно, это основная проблема, что сцена даже несмотря на то, что она, в общем, удаляется и стирается всяко, но, естественно, желающие, в общем, вашу сцену украсть могут это сделать. Вот. Поэтому заводите друзей и доверяйте только им. Друзья, кстати говоря, и на рендер седа и на рендер хелпера на хелпера работают одинаково. То есть, если он у вас не в друзьях, он вам помогать не будет. Если вы в режиме седа зашли. Ну, хелпер работает элементарно, то есть, как и сед. То есть, у седа, допустим, вот здесь кнопка find job, а у хелпера кнопка как там help job. Вот. И можно быть хелпером. Вот. Карамба. Я эту job раздаю. Все. И в режиме хелпера можно клиента просто свернуть, засидеть, заниматься своими делами. И потихоньку вам будет капать рейтинг. Вот. Вкратце. Вот так происходит работа с системой Dorander. Надеюсь, что система большое будущее и пользователей будет со временем больше. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова